всем привет начну я наверно с ужас ужас так температуры которые у нас были за последнюю неделю я не сбивала поэтому максимальную посмотрим на улице 18 в теплице 24 и минимальная на улице 6 в теплице почти 10 все было бы хорошо и если б не были мои орхидеи еще на улице наверное только я одна так издеваюсь над собственными орхидеями мало того они абсолютно насквозь мокрые потому что у нас сейчас идут невероятные дожди надо повыливать по выливать хотя бы из горшков манили формы и ничего не будет конечно тут у меня саркохилусы мазды валии и вот некоторые котлеи это у меня пурпурата гибрид пурпураты гибрид максимы ансепсы и большая пурпурата и вот короче говоря не хуже всех потому что они насквозь мокрые и этой ночью обещают 7 не знаю стоит конечно их занести они у меня такие дикие все в паутине что у них только только ой нету те которые хотя бы не мокрые тут у меня по фиопедиумы а или не аффинити этого может промо педиум от надо занести так то здесь цимбидиумы и мазды вали мы сдавали им тоже нежелательно быть такими мокрыми ох у нас льет там еще у меня 20 медиума а на другой стороне им немножко везет они повыше им тут посуше но тем не менее у них тоже 8 градусов тепла они абсолютно сухие в пень вот и бы полить надо так варшевича кто здесь анцепс анцепс лоелия это гибрид какой-то здесь у нас аметистоглоса максима а елия лоелия максима то у нас кто тоже максима и здесь просто обыкновенный гибрид лобиата на не будет еще тикетку на 3 на 3 неважно и там в конце у нас рубилинг гибрид пурпурат и так тут наша целогинка не сильно растет я так не должна наверное этому удивляться и тут дендробиум вот такие вот еще у меня закаляются кто здесь внизу ой две шелерианки так лоелии скальницы кстати это обычный гибрид его бы надо занести так ангрекума тоже надо бы занести шелерианка опять скальница так эту перси наверно тоже надо занести только приехавшая совсем плохие условия для адаптации да вот так живем на следующей неделе обещает немножко все-таки меньше дождей минимальная ночью 10 днем до 18 так что возможно я еще и оставлю а те которые мокрые да ладно что им в первый раз выживут у меня так легко все не бывает а вот бегонию надо бы занести но у меня некуда боже ну такой шикарный куст не отдать некому никому такой гигант не надо ну вот он уже моего почти роста и в теплице у него нет места здесь есть такой вот уголок но мне придется убрать столько орхидеи да и цимбидиумы тут обычно мои стоят беда беда а если посмотреть теплице что происходит то нового почти ничего тут образовался такой очень симпатичный уголок бульбофилом довольно долго цветет что мне очень нравится трицетелла распускается красавица почему-то отсушила 4 цветочка по-моему я ее просто слишком большим концентратом полила как то так не заметила ну вот она такая красивая и айрангис мустосиди кажется так называется распускается в прошлом году он не отцвел двумя цветочками были большие белые цветы и мне они не очень понравились но цветы были крупные в этом году такой интересный цветонос не очень большие цветы они такие вот зеленовато-белые но очень красивые мне нравятся прям такие зайки два цветоноса еще не распустились так что посмотрим как они еще будут расти ой фаленопсис и здесь как всегда что вот эта красавица распускается да обожаю свою стрекозу распускается еще не распустилась полностью силибенсис такое ванильное мороженое так ну это красотка еще будет свистеть тоже ее очень люблю тут все розовое декумана будет цвести пока что в бутунах и еще не распустилась хеленая так дендоробиум красавица все тут еще есть и этот пофеопедиум вообще такое впечатление что он вечный учитывая что это второй цветок ну правда да видно что он уже немножко немножко и будет уже отцветать но с первым цветком цветение наверное уже больше трех месяцев как длиться и вот распустилась из нового это вот такой вот гибрид на фарбесси заявлен был ярко розовый в крапинку получилась такая вот бредная поганка я не знаю ну разочарование конечно есть но насколько вот она скажем так имеет свое место среди моих любимцев я еще не знаю напишите свое мнение может кому-то нравится может кто-то расскажет прелести ее конечно форма мне нравится цветок большой довольно крупный как для фарбесси лепесточки идеальные вот она уже цвела и не раз и цветение было известно поэтому жаль что вот так вот меня обманули так зацвел третий бутончик у этой мы сливали смотрит куда-то в другую сторону всегда каждой семье найдется какой-то такой вот индивидуалист красивая мазда и расцвел это из новых цветений у меня дэвид сандлер был такой тяжелый бутон что немножко веточка надломилась мне пришлось ее привязать поэтому такого красивого не спадающего цветения нет запах еще пока не знаю это наверное до ночи приходить посмотреть очень такая красивая губа такие вот они орхидейки разные действительно фрагмин педиум последний цветок полинопсиса ну я так стараюсь пробежаться быстренько потому что все все мы уже видели на прошлой неделе моя энциклия очень долго цветет очень долго не знаю если нет энциклия чтобы было бы нах в этом углу потому что сейчас цветение не так уж и много линды най что-то смотрит совсем другую сторону надо ее вот так вот повернуть красивая еще зацвел еще один цветочек последним он так вот на тоненькой ножички у и рнт и еще два бутона будут в принципе все уже ничего нового еще цветет даяна и бутон еще она не распустила конечно одна неделя это не так много у меня не так много растений чтобы что-то новое такое сногсшибательное зацвело домой дуриган уже нашел своего нового хозяина так что наблюдаем мы его последний раз большое растение еще надо умудриться его запаковать мазды валяя ну совсем уж печальная история вот такие вот дела кажется никого я не пропустила на этой неделе еще у нас будет более менее температуры и может быть завтра я начну приготавливать теплицу к зиме надо будет вынимать все орхидеи эту полку поднимать переставлять дел хватает радует конечно сейчас фаленопсисы у меня не так уж и много будет цветение котлей в этой осенью хотя и будет сезон цветения ну по моему 2 или 3 может быть 4 надеюсь вам понравилось со мной немножко погулять всем пока пока